Сейчас семья Баргаяковых вместе с главой семейства, героем СВО Георгием Баргаяковым в отъезде. Их отец, защитник родины, недавно вернулся с реабилитации. Можно только представить, что пришлось пережить войну-добровольцу. Он получил серьёзное ранение на фронте и даже несколько месяцев не вставал с постели. Первым делом мы помогли восстановить документы утерянные, там с паспортом была проблема. И дальше он проходил реабилитацию в Абаканской городской больнице. Эта реабилитация уже тогда дала, это было практически год тому назад, хорошие результаты. И после этой реабилитации Григорий стал себя чувствовать лучше. Он уже сейчас передвигается на коляске и прошёл дополнительную реабилитацию в санатории Туманный в реабилитационном центре. Его супруга Мария ухаживает за ним. Супруга Георгия обратилась за помощью в фонд защитники Отечества. Дом у семьи большой. Строил его Георгий ещё до отъезда на Донбасс. Администрация Абакана откликнулась на запрос фонда. Социальные партнёры – муниципальный жилищный фонд Абакана. Строители уже заканчивают монтаж оборудования. Они также залили бетонный порог рядом с калиткой, чтобы ветерану было удобно заезжать во двор. К нам обратился фонд защитники Отечества. Собственно, на задачи фонда входит в том числе и реабилитация, и помощь. Но не всё может сделать фонд. Есть определённые ограничения. И здесь, конечно же, необходимо было сделать устройство пандуса. Пандус был не такой простой, потому что стеснённые условия ограды, довольно высокое крыльцо. Пришлось изготавливать такую специфическую конструкцию, которая предусматривает и подход к дому, и спуск на территорию. Мы рассматривали возможность устройства подъёмника, но так как всё-таки живём в Сибири, в зимний период времени не всегда он может работать корректно. Было принято решение сделать пандус. Пандус в металлическом исполнении в обязательном порядке будет покрыт у нас резиновым покрытием. Ну и также мы обсудили, и будет сделано бетонное покрытие. Мы его подольём при входе в дом. Сразу скажу, что делалось это за счёт спонсорских средств. Огромное спасибо нашему муниципальному жилищному фонду. Планируется завершить в начале июня полностью адаптацию жилого помещения. Жилое помещение будет оборудовано системой «Умный дом». Будет установлена ванна для инвалида. Ну и прочее там мелкое оборудование. Самое главное – скорейшее выздоровление. Возвращение к нормальной жизни. О Георгии Баргаякове говорят – крепкий боец. До отъезда на СВО работал на вахте. В семье подрастает дочка. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова